Валерий Курасович Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Всем привет! Меня зовут Слава, и я разрабатываю Яндекс-карты для iOS. И сегодня я вам расскажу, как мы столкнулись с графическим движком SceneKit, как мы начали применять его на практике, а также какие интересные особенности и подводные камни мы в нем нашли. Но начнем мы, конечно, с того, что мы хотели реализовать. Реализовать мы хотели самую крутую и амбициозную идею в дополненной реальности в России. И медведя с балалайкой. Конечно, на самом деле, это был достаточно небольшой проект, с помощью которого мы хотели разнообразить введения в дополненной реальности. Но благодаря этому небольшому проекту я смог изучить подробно практическую сторону SceneKit. И сегодня я с вами поделюсь моими находками и наблюдениями. Итак, сегодня мы разберем, какие бывают методы загрузки моделей. Изучим трюки, с помощью которых можно уменьшить время загрузки этих моделей. Разберемся, какие бывают констрейнты и где они применяются. Увидим, что зеркальные отражения могут быть не такими простыми, как кажутся на первый взгляд. Найдем подвох в создании видеотекстур для моделей. А также пройдемся по более сложным темам, таким как модификаторы шейдеров и запись видео. Но для начала небольшое вступление, где мы разберем, что за зверь такой SceneKit. Итак, SceneKit — это высокоуровневый фреймворк для 3D-графики, который позволит создать вам в вашем приложении анимированные 3D-сцены и эффекты. Но как же создать 3D-сцену? Для этого необходимо сначала задать ее основную структуру, которая состоит из нодов или узлов сцены, которые могут содержать в себе геометрию, так и другие ноды. Геометрия может быть как простой, вроде куба, шара или пирамиды, так и более сложной, созданной во внешних редакторах. Затем необходимо проставить материалы, которые определяют базовое представление объекта. Обычно это цвет или текстура. Затем необходимо проставить источники освещения, которые определяют, как объекты выглядят в той или иной части сцены. И затем необходимо настроить параметры камеры. На самом деле их очень много, но они позволяют сделать такие прикольные эффекты, как эффект размытия или боке. Также в SceneKit есть набор базовых действий для 3D-объектов, который позволит вам задать изменения вашей сцены во времени. Помимо 3D-графики, главными фишками с SceneKit является генератор частиц и продвинутый физический движок, который позволит вам задать взаимодействие между различными физическими объектами, так и между частицами из генератора. Про эти все фишки написано огромное количество туториалов, и они разбираются, эти фишки, в больших подробностях, но мы эти фишки практически не использовали в разработке. Но чтобы выйти за рамки туториалов и сделать что-то более сложное, нам, конечно, необходимо научиться загружать сложную геометрию с заранее подключенными материалами в SceneKit на лету. Вы можете воспользоваться стандартным методом и загрузить вашу модель в формате SCN или DAI в bundle XC assets и загрузить ее оттуда по аналогии с UI Image Named. Но что, если вы хотите сами контролировать процесс обновления моделей и не хотите выпускать обновления в App Store каждый раз, когда вам нужно поменять пару текстур? Или вы хотите поддержать созданные пользователем 3D-карты или модели? Или вы даже просто не хотите увеличивать размеры вашего приложения, потому что 3D-модели не являются вашей ключевой функциональностью? На самом деле вариантов довольно много, и у каждого из них есть свои плюсы и минусы. Первый вариант — это использовать конструктор, который принимает в себя URL. Поддерживается загрузка как из файловой системы, так и из сети. Но в последнем случае вы можете забыть о сжатии. Также нужно заметить, что этот метод вызывается синхронно, то есть он возвращает вам управление только после того, как он все загрузил. И ключевым его плюсом является то, что он позволяет гибко настроить ваш импорт. Но у него есть и минус. А именно если у вас есть какая-то уже готовая 3D-сцена, и вы загрузили вашу модель через этот метод, вам придется скопировать из загруженной сцены все дочерние ноды. И также нужно не забыть про анимации в корневой ноде, которые могут там появиться, если вы сконвертировали вашу модель из формата DAI в формат SCN. И вам нужно также помнить про то, что некоторые параметры сцены являются глобальными. То есть, например, карта окружения, она может быть только одна на сцену, и вы не сможете задать для разных объектов разные карты нормалей. Следующий метод — это конструктор, который принимает в себя MDList. То есть сначала вы создаете MDList из фреймворка Model.io, а затем передаете его в конструктор. Главной его фишкой является поддержка огромного количества форматов. Официально поддерживаются OBS, PLE, STL и все варианты USD форматов, но прогнав вообще весь список форматов, какой я только смог найти, которые относятся к компьютерной графике, я нашел поддержку еще четырех — ABC, BSP, VOX и USD. Но они поддерживаются неофициально. Это значит, что они могут не полностью поддерживаться или поддерживаться не во всех системах. И их нужно использовать с большой осторожностью. У этого метода такие же минусы, как у предыдущего. Именно синхронная загрузка, и вам придется все равно копировать все дочерние ноды и анимации. И также нужно не забывать про overhead на конвертацию, потому что вам нужно сначала сконвертировать вашу модель из загруженного формата в MDL Asset, а потом из MDL Asset создать уже SN-сцену. Третий вариант — это SN reference node, который полностью аналогичен первому варианту, за одним исключением он скрывает внутри себя всю работу по копированию этих дочерних нод и анимации из корневой ноды. Но у него есть проблема — он всегда по умолчанию теряет параметры сцены, и вы с этим ничего не сможете сделать. Но у него есть и плюс, а это возможность ленивой загрузки модели. Поработав с этим достаточно долго, мы пришли к выводу, что нам удобнее всего было использовать первый вариант, потому что удобнее всего работать, очевидно, с форматом SN, а дизайнерам оказалось достаточно удобно конвертировать в него из формата DAI. И поработав с этим довольно долго, я могу дать вам пару советов. Самый главный — конвертируйте вашу сцену в формат из сцен заранее. Тогда вы сможете открыть ее во встроенном в Xcode редакторе и посмотреть, как же она будет выглядеть в сценкете на самом деле. Также, учитывая то, что формат из сцен — это всего лишь бинарное представление сцены, загрузка из него происходит гораздо быстрее. Для того же формата DAI вам необходимо будет распарсить XML, сконвертировать всю геометрию, все материалы анимации. И учитывайте, что конвертация анимации материалов — это потенциальный источник проблем, потому что тот же формат DAI не поддерживает физик или бейс-трендеринг, и если вы его используете, вам придется в итоге руками проставить все ваши материалы после конвертации, сменить тип у всех материалов и проставить соответствующие текстуры. Также, к этому методу можно добавить один очень интересный побочный эффект, а именно значительное сжатие текстур. Для этого вы можете сконвертировать все ваши текстуры просто в формат хаек. Это поможет вам сэкономить размер итогового архива с моделью, поможет уменьшить размер итогового архива с моделью в десятки раз. Для этого просто откроете все ваши текстуры в программе просмотр и экспортируете их, сменив формат на хаек. Нам это сэкономило в среднем где-то мегабайт в 5 на каждую модель. Также могу вам посоветовать, если вы загружаете сцену из сети, загружайте ее одним архивом, потом распаковываете ее и передавайте в конструктор уже URL из файловой системы. Таким образом вы сэкономите себе и пользователю лишние мегабайты, а также это поможет вам избежать дополнительных точек отказа, ведь создавать по новой URL-сессии на каждую внешнюю текстуру, да еще на мобильном интернете, не самый лучший способ повысить надежность. Итак, когда мы поставили создание сцен и загрузку их на поток, возникает новая задача, а именно добавление различных эффектов и возможностей в нашу сцену. И уж поверьте, здесь есть о чем рассказать и начнем мы с того, что разберем, какие бывают констрейнты. Констрейнты, спросите вы, какие констрейнты? На самом деле, мало кто знает, но в движке с санкета есть свой движок констрейнтов. И хотя он не такой мощный, как движок с констрейнтов в UI-кете, но все равно с помощью него можно сделать довольно много чего интересного. Начнем мы с самого простого констрейнта, с репликатор констрейнта. И все, что он делает, это дублирует позицию, поворот и размер другого объекта с дополнительными оффсетами. Но также у всех констрейнтов есть два параметра. Первый — это сила и второй — флаг инкрементальности, который проще всего показать на этом констрейнте. Начнем мы с параметра силы. И он отвечает за то, с каким коэффициентом применяется трансформация к объекту. В данном случае целевой объект движется каждый кадр, и shadow объект приближается к нему на одну десятую от разницы между расстояниями, и возникает довольно интересный эффект запаздывания. Следующий параметр — это флаг инкрементальности, который отвечает за то, отменяется ли трансформация после рендеринга кадра. Если вы его выключите, то перед рендерингом кадра все констрейнты посчитаются, констрейнт посчитается, трансформация применится к объекту, кадр отрендерится, и после рендеринга кадра эта трансформация отменится, и объект вернется на исходное состояние. И с помощью комбинации этих эффектов можно сделать забавный эффект стрелки часов. Следующий констрейнт — это billboard constraint. Представьте себе, что вам в сцене нужно создать какой-то объект, который будет находиться всегда к вам лицом. Для этого вы применяете billboard constraint к объекту и задаете ось, вокруг которых он может вращаться. Здесь же стоит упомянуть lookat constraint, который делает ровно то же самое, только объект может стоять лицом не только к камере, но и к любому другому объекту. Обычно с помощью этих констрейнтов рисуют какие-нибудь деревья вдалеке, иногда с помощью них рисуют какие-нибудь мелкие объекты, и зачастую с помощью него делают спецэффекты вроде огня или взрыва. Также с помощью него можно заставить следить камеру за персонажем. Следующий констрейнт — это distance constraint, и он задает минимальное или максимальное расстояние между двумя объектами. И да, с помощью него можно сделать змейку. На самом деле, этот констрейнт обычно симулируется при помощи пружины в физическом движке, но если вам необходимо задать максимальное или минимальное состояние растяжения пружины, вы можете его использовать. Я думаю, многие видели, как в каком-нибудь Fallout, Skyrim и Hitman, вы тащите за собой тело, оно задевает какое-нибудь препятствие и начинает вести себя, как будто в него вселился демон. Так вот, этого можно избежать, если использовать этот констрейнт. Следующий констрейнт — это slider constraint. Он довольно странный, а именно он задает минимальное расстояние между объектом и физическими телами с заданной маской коллизий. Обычно этот эффект реализуют при помощи физического взаимодействия, но если по какой-то причине вам нужно создать объект, который не имеет физического тела, но при этом должен как-то с ними взаимодействовать, вы его можете использовать. Последний констрейнт — самый интересный. SCN IQ constraint. И он использует так называемую инверсную кинематику, которая итеративно пытается приблизить положение объекта, к которому применяется этот констрейнт, и к заданной точке. По сути, вам нужно задать лишь положение кисти вашего персонажа и возможные углы поворота плеча и предплечья, и все остальное посчитается за вас. Но у него есть большая проблема — он позволяет задавать только положение кисти, но не ее ориентацию в пространстве, а также ограничение на углы можно сделать только глобальное, без разбивки по осям. Итак, мы познакомились с констрейнтами и перейдем к несколько более призрачным эффектам, и начнем с теней. Казалось бы, что может быть проще в движке, который поддерживает тени, чем создание теней? Берешь, включаешь — все работает. Но иногда бывает ситуация, когда нужно отбросить тень на полностью прозрачную плоскость. Это, например, полезно в оркете, когда у тебя за объектом всегда находится изображение с камеры, но тень все равно нужно куда-то отбрасывать. Для этого вы создаете пол, включаете отложенные тени и выключаете запись во все компоненты в вашем полу. Итак, мы разобрались с тенями и перейдем к более интересному эффекту — к зеркалам. Я думаю, многие, кто сталкивался с ССН-китом, знают о такой штуке, как ССН-флор. Он позволяет вам для вашего пола создать зеркальное отражение. Но почему-то мало кто использует его как реальное зеркало, ведь для этого всего лишь нужно создать пол, поверх него наложить свою геометрию, его немножко наклонить, и вот у вас получается ваше зеркало. Но что еще менее известно, вы можете для ССН-флора выставить карту нормалей и за счет этого сделать такие классные эффекты, как потеки воды на зеркале или кривое зеркало. Теперь перейдем к эффекту, который называется «видеотекстура». О нем тоже очень мало кто знает. И по сути это просто штука, которая позволяет вам отобразить видео в вашей 3D-сцене. Но мало кто знает, что это видео можно использовать еще как источник модификации для геометрии, и для этого вам нужно поставить ваше видео в displacement property вашего материала. Итак, как это сделать? На самом деле для этого нам придется обратиться к так называемому спрайт-киту, который по сути является сцен-китом только для 2D-графики. И в спрайт-ките есть возможность показать видео при помощи так называемого SK-видеонода. Также мы знаем, что в качестве property материала вы можете выставить спрайт-китовую сцену, то есть 2D-сцену. И таким образом вы просто создаете видеоноду, кладете ее в спрайт-китовую сцену, и спрайт-китовую сцену выставляете в качестве одного из property материала и получаете видео. Но что произойдет, если вы попробуете сохранить полученную сцену и загрузить ее где-нибудь еще, вы получите черный квадрат. На самом деле проблема заключается в следующем. При сохранении SK-видеонода по какой-то причине теряет URL-видео. Казалось бы, берешь и правишь, все просто. Но на самом деле спрайт-китовая сцена представляет из себя binary-плист, и для того, чтобы ее поправить, вам нужно сначала ее сконвертировать в обычный плист, ее поправить и сконвертировать обратно. Но что еще более интересно, 3D-сцена тоже представляет из себя binary-плист. И получается, вам нужно сначала один binary-плист сконвертировать, второй сконвертировать, его поправить и сконвертировать все обратно. В итоге, поправив это безобразие, вы можете получить снова работающее видео. Итак, мы разобрались с тенями, зеркалами и видеоэффектами, и теперь перейдем не просто к эффекту, а к целому инструменту, который позволит вам создать практически любые эффекты, а именно модификаторы шейдеров. Итак, перед тем, как что-то модифицировать, необходимо разобраться с тем, что именно мы модифицируем. Шейдеры по определению — это программа, которая исполняется на видеокарте для каждой вершины и для каждого пикселя, и которая, по сути, определяет то, как выглядит ваш объект на экране. Модификаторы шейдеров же позволяют вам редактировать результаты работы стандартных шейдеров, и позволяют они вам это делать на любом удобном вам языке — RGLSL или Metal Shading Language. Но что еще более круто, эти модификаторы доступны из визуального редактора, и получается, вы можете видеть ваши изменения в модификаторах наживую. С помощью модификаторов шейдеров довольно просто получить стандартные эффекты, которые сейчас довольно популярны в графических движках, вроде меха или параллакс-мэппинга. Но что еще более круто, вы можете при помощи модификаторов шейдеров сделать такую штуку, как рейкастинг. Рейкастинг, по сути, это совершенно другой способ рендеринга, когда вы из камеры бросаете луч в вашу сцену, находите точку пересечения, преломляете или отражаете луч в зависимости от материала, и за счет этого вы получаете реалистичное изображение. Это, кстати, ровно та технология, про которую сейчас NVIDIA активно рассказывает и показывает на своих топовых видеокартах. А у нас она работает 30 фпс даже не на самых сложных девайсах. Вот такие вот шейдер-модификаторы. Но теперь у нас есть куча объектов с супер-классными эффектами, и нам нужно научиться их записывать и делиться ими. И здесь я вам расскажу о том, как мы научились записывать видео напрямую из сцен кита, и как мы оптимизировали эту запись в десятки раз. Ну а начнем мы с самого простого решения, так называемый реплей-кит, который позволяет вам в пару строчек записать ваше видео и поделиться им со стандартного экрана шаринга. Но у него есть одна большая проблема. Он записывает весь экран, в том числе и системный UI, и все кнопки на экране. И это нам, очевидно, не подходит, учитывая то, что нам нужно было, чтобы пользователи могли поделиться видео с кастомного экрана шаринга. Итак, нам пришлось возвращаться к основам. И сейчас я вам расскажу, как можно создать видео и записать туда свои кадры на iOS. Для этого нужно создать сначала сущность, которая записывает файлы, aviasetwriter, затем добавить туда видеопоток, aviasetwriterinput, и затем в этот видеопоток добавить адаптер, который будет конвертировать пиксель-буфер из нашего формата в необходимый видеопоток формата. И все, что нам осталось, это найти пиксель-буфер. Напоминаю, что пиксель-буфер, по сути, является собой куском памяти, в котором каким-то образом расположены пиксели, и, по сути, это низкоуровневое представление картинки. Итак, откуда получить его? На самом деле все довольно просто, потому что у scnvue есть замечательный метод snapshot, который возвращает UI-имидж с текущим состоянием сцены. Казалось бы, берешь и делаешь. И все, что нам осталось, сконвертирует UI-имидж в пиксель-буфер. Супер просто. Действительно супер просто. На самом деле мы всего лишь создаем, лоцируем кусок в памяти, задавая нужную ширину, высоту и формат пикселей. Затем мы блокируем эту память на изменение, получаем ее адрес. По этому адресу создаем контекст, в котором определяем цветовую палитру и формат пикселей. Затем записываем нашу картинку, зная начальный формат и конечный формат, и разблокируем память на изменение. Все, что нам осталось делать, это научиться делать каждый кадр. Для этого мы просто создаем display link, который будет нам вызывать наш callback, в котором мы будем вызывать функцию snapshot у scn-view, конвертировать UI-имидж в пиксель-буфер и записывать этот пиксель-буфер в наш адаптер. Казалось бы, все просто, решение хорошее, но оно дает жуткие пролаги и просадки FPS даже на самых мощных девайсах. Давайте займемся оптимизацией. Самый первый очевидный шаг — просто вынести все это на фоновый поток. Действительно, решение простое, стало все немножко лучше, но почему-то видео перестало записывать. Как говорится, если у вас есть проблемы, и вы пытаетесь решать при помощи нескольких потоков, у вас, скорее всего, на руках окажутся две проблемы. Как казалось, если вы пытаетесь записать в пиксель-буфер адаптер кадр, у которого таймстэмп меньше, чем последний записанный, вся запись становится невалидной. Давайте тогда просто не начинать новую запись, пока старая не закончится. Действительно, стало получше, но все равно маловато FPS, хотелось бы больше. В итоге я запрофилировал приложение и понял, что больше всего времени занимает функция Snapshot. Оказывается, она на каждый вызов создает новый рендерер, передает туда сцену и рендерит ее полностью с нуля. И это еще приводит к забавным сайд-эффектам, вроде того, что физика начинает считаться в два раза быстрее. Но, блин, мы же можем получить доступ к буферу, который отображен на экране. Для этого нам придется спуститься в Metal. Но доступ к Metal достаточно ограничен у SCN View, и это довольно логично, учитывая то, что вы можете сами выбирать способ рендеринга Metal или OpenGL. Но, если заглянуть под капот, то можно найти замечательную функцию Backing Layer, которая в случае металла будет возвращать нам SCN Metal Layer. И вот он, доступ к металлу. Но и тут возникает проблема. Единственный способ работать с представлением у SCN Metal Layer — это функция NextDrawable. Все, что она делает, отдает вам буфер, в который вы должны записать какую-то картинку, вызвать у него функцию Present, и после этого буфер отобразится на экране. И после того, как он из экрана исчезнет, он вернется в Pool. Вроде бы вот он, доступ к буферу, но есть одна проблема. NextDrawable возвращает именно тот буфер, в который вы должны отрисовать. Если вы отнаследуетесь от SCN Metal Layer и будете сохранять там этот буфер, и будете его куда-то отдавать наружу, это будет именно тот буфер, в который прямо сейчас происходит рендеринг. И, скорее всего, там будут какие-нибудь странные эффекты, вроде разделенного кадра пополам, что, очевидно, не очень интересно. И переход к реальному решению очень простое. Нам нужно сохранять не только текущий буфер, который сейчас возвращается, но и предыдущий. И вот оно, доступ к MetalDrawable напрямую из SCN View. Все, что нам осталось сделать, это теперь вместо того, чтобы создавать контекст и рисовать там картинку, просто копировать один кусок памяти в другой. Но, погодите, мы забыли про формат пикселей. И этот формат не совпадает с display color space. И не совпадает и ни с одним из популярных форматов. Это, кстати, ровно то место, на котором запнулся один из авторов публичного пода, который делает ровно то же самое, а именно записывает видео из SCN View. Но я подумал, блин, как же так? Все это ради какого-то стремного фильтра? Ну уж нет. И начал просто перебирать все возможные форматы, которые доступны, все возможные форматы пикселей, которые нам доступны. И где-то на 40-ом формате я нашел его. Это был никто иной, как kcv pixel format 30rgb.le.pact.white. Как же я до этого не догадался. Но моей радости быстро закончилось, когда ко мне пришел тестер с вот такой картинкой. Я думал, блин, как же так? Я только что потратил кучу времени на то, чтобы найти нужный формат. Он почему-то не подходит. На самом деле решение оказалось простым, потому что этот баг воспроизводился только на 6s и на 6s+. И тут я вспомнил, что как раз начиная с седьмого айфона Apple начала ставить дисплей с поддержкой расширенного цветового пространства, тот самый white gamut в формате пикселей, на айфоны. Но и поменяв, собственно говоря, white gamut на старый добрый 32rgb, я получил знакомую картинку. Осталось понять, как именно можно получить доступ к типу дисплея. Ведь были еще разные айпады с различными типами дисплея, и всех учесть, очевидно, нельзя. Все оказалось довольно просто. Покопавшись в документации, я быстро нашел флаг display gamut в UI Trade Collection, который доступен из моей инстаклина. И, используя FATNAM, я получил от тестеров замечательную картинку, которая записывалась в 60 фпс даже на самых старых девайсах. Итак, сегодня мы разобрали, какие бывают способы загрузки моделей, какие трюки можно использовать, чтобы уменьшить время их загрузки, какие бывают констрейнты и где они применяются. Увидели, что зеркальные отражения не такие простые, как кажется на первый взгляд. Нашли подвох в сохранении видеотекстур. И разобрали модификаторы шейдеров и запись видео. В заключении хочу вам сказать, занимайтесь 3D-графикой. У нас в приложении, где даже Arcade не является ключевой нашей функциональностью, люди только за выходные дня города прошли более 2000 километров. И за эти 2000 километров они увидели больше 3000 объектов и записали больше 1000 видео с ним. Представьте себе, что вы сможете сделать, если сами вплотную займётесь этим. В заключении хочу сказать, подписывайтесь на наш блог, где я выложу скоро материалы с этого доклада и чуть подробнее его прокомментирую. Спасибо за внимание. Ваши вопросы? Вопросы? Неужели ни у кого нет вопросов? Они будут, когда я статью выложу. Понятно. Спасибо большое за доклад. Всё было очень интересно. Я даже не знал об этой штуке. Вопросы всего два. Во-первых, есть ли настройка по FPS, то есть настройка 360 и 20 FPS. И как работать со внешними приложениями вроде ZBrush, Cinema 4D, когда мы импортируем графику? Есть ли какие-то подводные камни при этом? Настройка FPS, конечно, есть. Она находится прямо в S&Vue. Импортировать модели из различных 3D-редакторов можно как раз при помощи AMD Lasset, про который я рассказывал. Но нужно очень внимательно следить за тем, что результат импорта действительно совпадает с тем, что вы сделали. Потому что, опять же, форматы могут поддерживаться не полностью. Вот особенно те, которые были помечены сереньким, которые я только сам нашёл. Но всё равно перед тем, как что-то куда-то конвертировать, советую всё равно сохранять вашу модель в формат S&N и использовать уже его. Потому что вы действительно сможете потом в X-коде открыть и увидеть, как это всё выглядит. Спасибо большое. Ну, тогда поблагодарим спикера. Спасибо. Спасибо.